Юбилей столетия Латвии мы будем праздновать в течение пяти лет. Торжества начнутся уже в следующем году. Главная идея, на которой настаивает Министерство культуры, чтобы в организации, проведении мероприятий участвовали все, даже жители самых отдаленных регионов. «Эс дару Латвию, эс раду Латвию. Я делаю Латвию, я создаю Латвию». Таков девиз подготовки праздников в регионах. Сегодня на специальной пресс-конференции в Национальной библиотеке министр культуры Датси Мелбарда говорил о том, что праздник не должен быть формальным. Речь, концерт, салют. Хотелось бы, чтобы праздник был душевным, говорит министр. «Мы надеемся, что ощущение праздника по случаю столетия страны будет чувствоваться в каждом доме. Мы призываем людей быть активными в создании торжества и самим наслаждаться праздником». Министр напомнила присутствующим, что именно в регионах, а не в столице, в свое время началось движение за независимость. «Именно жители латвийских регионов, их вера, сделали возможным создание нашего государства. Если мы посмотрим на недавнюю историю, то и восстановление независимости стало возможным именно благодаря активности людей в Латгалии, Видземе, Курземе и Земгалы. У некоторых самоуправлений уже есть план подготовки. Например, в Валке столетия страны будут встречать нетрадиционным способом». «Мы хотим рассказать вот эти истории необычным способом, потому что все-таки большинство людей история не очень интересует. Поэтому мы будем делать такое мероприятие, невозможный бег. Это 12 ноября в этом году. Дистанция 99 километров, потому что 99 лет назад это все происходило. Но там будет и половина, и четверть, и десятка, и 990 метров. И на это, я надеюсь, приедут и из Далгопулсов люди. Там будет интересная программа для всей семьи, не только этот бег. «Каждый получит такой значок, что ты там был. Начинаем в Эстонии, у Старой Ратуше, а потом уже по Латвии». Некоторые города объединят усилия. Например, жители Цессиса и Валмеры будут создавать совместный короткометражный фильм о флаге Латвии. «Мы сами можем создавать такой праздник, какой нам нравится. Это как наше собственное день рождения. Мы приглашаем гостей, но организовываем все сами так, как хотим». Бюро «Столетие Латвии» уже активно работает по всей стране. Главный смысл в том, чтобы самоуправление сами выбирали, какие мероприятия проводить по случаю дня рождения страны. Чиновники из министерства ничего навязывать не будут. Как сами хотим, так и празднуем. Кстати, первый пункт программы «Столетие страны» начнется именно в Латгалии. Латгальский конгресс станет первым юбилейным событием. Мария Андреева, Алексей Иванов, Владислав Корякин, Даутком ТВ.